Друзья, всем добрый вечер. Вот только сегодня была пресс-конференция у нас днем по поводу Киркорова и всех вот этих вот перевертышей, которые сегодня пытаются себя как-то обелить через зону специальной военной операции. И во время пресс-конференции мне поступило такое сообщение. Умер Алексей Навальный. Ну и, соответственно, у всех журналистов появился сразу же ко мне вопрос. Что вы думаете по этому поводу? Друзья, у меня свое мнение сугубо личное, поэтому я думаю, что каждый гражданин имеет право на свое мнение в стране. И, конечно, да, это трагедия. Безусловно, трагедия для семьи Навального, для его жены, для его детей, для его окружения. Но давайте мы не будем забывать, кто такой Навальный. Навальный предатель нашей страны. Предатель Родины, так назовем. Он предал нашу страну. Друзья, он продался Западу, западным службам. В последние годы, понятно, он находился здесь в тюрьме, но последние там 10-15 лет он конкретно выполнял западную повестку. Работал на Запад, получал деньги, финансирование. И конкретно с помощью западных кураторов пытался здесь в стране внести какую-то смуту. То есть сделать какой-то политический переворот. Ну, суть не в этом. Мы сегодня разговариваем о том, что же случилось на самом деле. Давайте мы с вами разберем ситуацию. Почему, возможно, мог с собой свести счеты со своей жизнью Алексей Навальный, как все говорят, что либо его там отравили, либо убили, либо что-то с ним произошло. Да нет, друзья, все гораздо проще. Просто надо глубоко в эту тему погрузиться. А мы на самом деле наблюдали за ним. Мы наблюдали последний год. Много постоянно писали, то его потеряли, то его не могут найти, то суды проходили, и оппозиционеры не могли его найти, как они писали. Хотя все было в открытом доступе. Навальный в последнее время почувствовал предательство, друзья. Он почувствовал предательство от самого близкого человека. И не кто-нибудь, а предала его непосредственно жена. Ну, если вы зайдете в СМИ и забьете информацию, Юлия Навальная изменяла Алексею Навальному. Там много пишут про нее по этому поводу. Есть даже видео, слитые в сеть интернет. И Навальный по этому поводу в последнее время переживал. Была такая информация, и он даже, по-моему, с кем-то даже там делился, насколько я понимаю, из журналистов. И журналисты об этом писали. Но буквально недавно, друзья, облетела весь мир информация, что супруга Алексея Навального начала встречаться с беглым олигархом Чичваркиным. Именно, помню, такой был Евгений Чичваркин. Здесь, в России, основатель ряд бизнес-проектов. Потом покинул страну и практически начал целыми днями обливать грязью в нашу страну. С Нюхолстом, с Ходорковским, с Навальнятами со всеми. И целыми днями полисосил в нашу страну грязью. Да, он там тоже основал ряд проектов, ряд бизнесов, зарабатывает там. И, насколько мы понимаем, и я понимаю, что Навальная просто предала своего мужа. Он последние годы переживал по этому поводу, потому что информация выходила в СМИ. Об этом постоянно писали, говорили. Ему, видимо, адвокаты его говорили по этому поводу. И, соответственно, на этом фоне, друзья, именно на этом фоне, я думаю, что Алексей Навальный скончался именно из-за этого. Он переживал. И, соответственно, как сегодня дали информацию, что у него оторвался троп. Друзья, давайте быть объективным. Мы все прекрасно понимаем, что человек находился, ну, не практически, находился в тюрьме. Жена находилась в другой стране. Хотя, чтобы вы просто понимали, ведь она его подталкивала на всякие разные подвиги. Об этом тоже много писали и говорили. Именно она его подталкивала на все эти вещи. Дети там, жена там. В СМИ постоянно пишут, что она ему изменяет. Ну, какой нормальный мужик выдержит такой, скажи, пожалуйста. Ну, я думаю, что на этом фоне он просто перенервничал. И просто получился вот такой вот исход. Но западные кураторы сегодня обвиняют нашу страну. То, что мы в этом виноваты. То, что Путин в этом виноват. То, что мы понесем за это ответственность. Такие оголтелые, такие высказы в нашей стране. Хотя ни экспертиза не проведена. И нету выводов экспертов по этому поводу. На основе ничего, он умер, как он умер. А они уже делают по этому поводу заявление. Навально уже, сама предательница, вышла уже в Конгресс или куда-то вышла в США. И уже об этом конкретно заявляют, что виновата наша страна, президент России Владимир Путин. И он понесет за это ответственность. За что он должен нести ответственность? Вопрос. Добрый день. Спасибо большое. Спасибо конференции, что дали мне главную сцену. Наверное, вы все уже видели приходящие сегодня ужасные новости. Я долго думала, стоит ли мне выйти сюда или сразу улететь к моим детям. Но потом я подумала, что бы сделал Алексей на моем месте. И я уверена, что он бы был здесь. У нас много сидят людей, у которых сроки по 20 лет, по 25, по 30. Он даже... Мы вспомнили с вами... Такой был Алексей Солдатенко по кличке Солдат. Он, по-моему, отсидел. Насколько я знаю, он лет на 25. Спокойно вышел и все. И как бы здоров, жив. А какой мужик выдержит, когда ему изменяет баба, по-русски говоря? Ну, какой мужик выдержит, тем более, находясь там, в таких вот, в жестких условиях. Да, понятное дело, что никакой не выдержит. Потому что Навальный понимает, что она его тем самым топит. Она его тем самым просто ведет вниз. Потому что он себя считал каким-то политическим деятелем, лидером. Лидером общественного мнения. И она своими поступками, вот так взяла, Навального, по сути, и угробила. То есть, по-другому, других слов тут и нет. Завидуют. Они тоже хотят ходить вдоль моря с Юлией Навальной. Красивая и сильная жизнь дана человеку один раз. И она дана исключительно для извлечения радости, удовольствия, путешествий. Наоборот, крайне важно для человека, находящегося под прессом и под давлением, как можно больше путешествовать, как можно больше видеть, читать и наполнять свою жизнь чем-то интересным. Чтобы, к сожалению, Алексея посадили. Но ее никто не сажал. И за это просто нужно бить пощечины, кто говорит, кто упрекает ее в том, что у нее какой-то разгульный образ жизни. Поэтому, друзья, как у нас говорят, да, у нас две проблемы. Это деньги и гениталии. То есть, как бы, нужно выбирать себе спутника по жизни. С кем ты идешь, с кем ты будешь жить. И Навальный просто чуть не рассчитал, что жена может его предать. Хотя я ее в глазах видел, что она предательность. Она, видно, что любит деньги, любит славу. И вот, пожалуйста, кругу олигархов там, кругу каких-то журналистов там. Она просто поймала какую-то эйфорию. Ну и, соответственно, на фоне этой эйфории начала изменять мужа своего. Ну, вот мы с вами увидели результат. Женщина загнала мужа в могилу. Все. Летальный исход, пожалуйста. Отрывается тромб. Переживал. Постоянно нервы. И тут каждый день какая-то выходит информация, что его жена изменила там, его жена изменила здесь. Друзья, я не буду голословить. Это все есть в интернете. То есть, вы спокойно можете набрать без меня. И спокойно можете почитать, посмотреть. И последняя там фотография, где она с Шишваркиным стоит в обнимку. И он дает по этому поводу, дает комментарий, как он ее там трогает там за ягодицы. Ну, послушайте. Я считаю, что это уже серьезный повод задуматься, кто рядом с тобой. Вот, видимо, Навальный перенервничал на этом фоне. Все. Особенно в этом возрасте нервничать нельзя. Именно в его возрасте у нас в этом возрасте начинается какой-то кризис. Если ты не занимаешься спортом, если ты за собой, за своим здоровьем не следишь. А Навального, мы с вами видели, да, его там состояние как бы. Я так понимаю, что он там ничем не занимался, кроме как читал книги и новости. Я так понимаю, ему доходили там. Я там в любом случае все это видел. Соответственно, либо адвокат им доносили по этому поводу. Поэтому, друзья, вот такой летальный исход. А то, что сегодня нас обвиняет Запад. То, что мы Навального там кто-то там либо отравил, либо убил. Да кому он нужен, слушайте, его отравлять, убивать? Никому он не нужен. Все, он уже битый летчик. Ему дали уже срок. Он уже все сидел в тюрьме. И, соответственно, ну, зачем его убивать? Смысл нет никакого и его травить. Поэтому пусть разбираются его окружение с его женой, с этой преступкой. И пусть делают выводы. Друзья, вот как-то так. Заходите ко мне в тюрьм-канал. Ссылочка здесь. Сегодня у нас пресс-конференция по поводу перевертышей. Я все там выложил по поводу Голубого Лагуна. Своё мнение сказал. Жестко Киркорову, Баскову. Стаса Михайлову призвали. Поехали, чтобы у нас специально войны на перцы. Поэтому заходите. Подписывайтесь. Ссылки здесь. Читайте, комментарии, новости, следите. Друзья, двигаемся дальше. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok